Победа за нами. Накануне Алексей Циденов сообщил, что авиакомпания Победа не уйдет из Бурятии. Как минимум до октября Лоукостер будет летать по маршруту Улан-Удэ-Москва четыре раза в неделю. Несколько дней назад жители республики расстроила новость о том, что с конца марта Победа намерена прекратить продажу билетов в столицу. Причина – правительство России предоставило субсидию другому перевозчику. И летать в Улан-Удэ стало невыгодно. Уж не знаем, как Алексею Циденову удалось уломать перевозчика, но факт есть факт. Победа остается в Улан-Удэ. И это определенно победа Циденова. Еще одна новость, встревожившая улан-уденцев в последние дни – возможное повышение цен на бензин. Некоторые телеграм-каналы прямо говорят о грядущем топливном кризисе. Опасения вызваны перебоями с поставками некоторых видов бензина на заправках Иркутска и Хабаровска. Однако в правительстве Бурятии нас заверили, что жителям нашей республики беспокоиться не о чем. На сегодняшний день ситуацию с обеспечением нефтепродуктов в Бурятии можно назвать стабильной. То есть с начала года перебоев в поставках и отсутствия нефтепродуктов на АЗС Бурятии не выявлено. Обеспеченность топливом, включая объемы на АЗС, у основных поставщиков составляет в среднем 18 дней. Основными поставщиками нефтепродуктов являются компании «Бурятнефтепродукт» и ННК «Байкалнефтепродукт». Запас на 18 дней не означает, что по истечению этого срока бензин в Бурятии закончится. Это стандартный период хранения пополняемых запасов в нашей республике. Человек-змея – ночной кошмар водителей. Как только его не называют в интернете. Одни осуждают, другие сочувствуют, а большинство просто недоумевают и задаются вопросом, а что это вообще было? Накануне аварийный комиссар Батыр Артыков разместил у себя на странице в Инстаграм видео человека, переползающего дорогу по Зебре. По словам очевидцев, в таком положении он дополз до тротуара, а затем встал на ноги и ушел. Да, на наших дорогах надо смотреть в оба, особенно на таких участках, как этот. Перекресток Бабушкина и Ренчино в районе сотых кварталов будто проклят. Здесь постоянно происходит что-то необъяснимое с точки зрения нормальной логики. Вот несколько видео с дорожной камеры, снятых в этом месте за короткое время. 30 пушечных залпов и 300 зарядов фейерверков. В Улан-Удэ прогремит праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Салютные установки и пушки разместят на острове Комсомольский. В ближайшие дни артиллеристы проведут там тренировки. По производству праздничного артиллеристового салюта, посвящен он 23 февраля, Дню защитника Отечества, который состоится в городе Улан-Удэ на острове Комсомольский. 21 час по местному времени. Продолжение следует...